Здравствуйте, меня зовут Илья, и я буду вас учить создавать анимации формата Madness Combat. Не выключай ролик, я не хочу, чтобы мой писклявый голос отпугивал кого-то. Я использую программу Adobe Animate, АК Flash. Учить вас пользоваться ею, по крайней мере, сегодня не буду. Скажу сразу, я не новичок, у меня есть уже некоторый опыт, я считаю, что я чего-то добился в этом деле. Но мне есть еще чему учиться. Что ж, начинаем. Создаем проект шириной 640х360. Ставим 30 кадров в секунду, это стандарт для таких работ. Делать вручную анимацию V60 кадров крайне не рекомендую. Намного легче анимацию провести через какой-нибудь Premiere или Vegas и отрендерить V60 FPS. Демонтажную область. Для начала нам нужны спрайты. У меня они уже есть. Ссылка в описании. Располагаем персонажа под наклоном. Это экономично и приятно на глаз. Чтобы анимация была более привлекательной, она должна быть плавной. А для этого персонаж должен плавно набирать скорость. Мне понравился один пример в англоязычном видеогайде, чтобы вам было понятней. Представьте себе вместо этого гранта автомобиль. Все мы знаем, что она набирает скорость постепенно. Так ее и теряет. Если так вы и не поняли, я сейчас покажу, как это работает в анимации. Что ж, выделяем все части тела персонажа. Нажимаем на правую кнопку мыши и выбираем функцию распределения слоев. Теперь мы можем анимировать персонажа. Если у вас получилась вот такая вот фигня, то ищем во временной шкале нужный нам спрайт. Переносим его вперед композиции или назад. В зависимости от проблем. Включаем многослойную структуру, чтобы видеть контур прошлого кадра и садимся за работу. Во временной шкале блокируйте все слои, кроме того, которые мы будем анимировать. Это облегчит нам работу. Начинаем всегда анимировать со тела персонажа. Потом как голова, а дальше уже на ваше усмотрение. Я немного ускорил ролик, чтобы не терять ваше время. Наблюдайте за моими действиями. Смотрите, как персонаж постепенно набирает скорость и теряет ее. Это может сделать анимацию более плавной. Для более аккуратной анимации я использую стрелочки на клаве, чтобы сделать анимацию более аккуратной. Что ж, я скоро вернусь. Дело дошло до ног. Для новичков это просто адское испытание. Сам это пережил. Внимательно смотрите, что я делал. Если персонаж идет вперед, то мы в первую очередь анимируем ту ногу, которая в самом впереди. Важно понять. Ведем ногу вперед, пока не получится так, что в конце шага она оказалась на своем исходном положении. Саму ногу двигать назад не надо. Затем повторяем то же самое со следующей ногой. Если персонаж двигается назад, то мы двигаем именно заднюю ногу, затем переднюю. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Это все, что я мог рассказать про создание анимации ходьбы. Хочу напомнить всем, никогда у вас ничего не получится с первого раза. Никогда. Навык со временем оттачивается. Чем дольше вы будете этим заниматься, тем лучше у вас это будет получаться. Вот вам несколько моих самых первых работ. Это первая неделя практики. Каждый день я делал по работе. На последнюю я потратил два дня. Как мы видим, с каждым днем становилось все лучше. Я хочу воодушевить вас. Если что-то не получается, не бросайте дело. Продолжайте. В конце концов, вы достигнете успеха. Надеюсь, что эта информация вам пригодилась. Если есть некоторые вопросы, пишите в комментарии. Возможно, у вас есть какие-то идеи для видеогайда. Пожалуйста, поддержите автора. Распространяйте ролик, чтобы его увидело как можно больше желающих заняться этим. Я буду рад помочь. Что ж, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok